добрый день продолжаем рубрику интервью у меня сегодня очень интересная девушка дарья с интересной истории с интересным посланием поэтому предлагаю начать приветик здравствуйте как всегда первый вопрос как-то нас узнала youtube когда-то не помню когда мне выплыл одно из видео я посмотрела и подсела на вас многие говорят засыпать хорошо нет мне очень интересно слушать истории подобного рода на самом деле потому что у всех бывают очень разные ситуации и это интересно а тебе нравится именно истории когда интервью когда живой человек приходит что-то рассказывает да ну и как всегда идем самого начала в какой-то семье росла какие были взаимоотношения между родителями у тебя с ними я уже знаю что это больная тема ну вот давай и так поподробнее разберем ну насколько это можно конечно родилась в 1998 году в мурманске у мамы и папы естественно со стороны мои родители выглядят как достаточно дружелюбная семья но начало триллера со стороны мои родители выглядят как дружелюбность но внутри они другие естественно не какие-то маргиналы но дело немного в другом то есть это созависимое отношение отец хорошо зарабатывает но при этом неплохо еще и пьет мать не может от него уйти потому что она очень любит деньги и и соответственно они так вот и прям категорично ну да я не видела между ними любви никогда на 100 для тебя любовь привязанность к человеку ну то есть независимо от денег опять же я ловил отца с любовницами и мы сейчас этого коснемся то есть как это там и бедности в богатстве все прочее такая романтическая еще барышня маленькая со своим представлением значит это северная мурманская семья папа мама семья полная у родителей такое даю супружеский долг деньгами это я все понимаю у тебя брать сестры есть до папа сделал несколько сестер на стороне опять-то сразу на сторону я имею ввиду в семье три сестры еще есть то есть у тебя три родных сестры одна по маме 2 по папе но в семье пап с мамой ты одна до 1 как вот детские годы что ты вспоминаешь какие первые воспоминания как у тебя развивались и складывались отношения с папой как с мамой как ты их оцениваешь отец всегда был очень отстраненным либо очень агрессивным то есть буквально он мог попросить можно я пойду отстраненный когда выпил агрессивно когда не удалось нет отстраненный в плане ну то есть мы сидим за очень столом он не спросит как дела ты элементарь ест да просто есть такого и срывается при этом постоянно на мелочи абсолютные то есть оно что суп недосолен или там я не знаю ешь не так говорите громко что его не устраивало сидит мужик за столом ест вся семья в сборе в чем причина для гнева смотрите например по телевизору идет передача а он с телевизором разговаривал это иногда тоже и например мама хочет посмотреть эту передачу но отец он матом хоккей матом просто говорите там закрой свой отдала мне пульт я буду смотреть что захочу это вы смотрите не буду и это прям очень агрессивно себя я ну типа я каждый раз терялась мне вы знаете как кошка вот я такая боже мой в окно выпрыгнуть и убежать избавиться от этого то есть мне с ними было жить максимально некомфортно и вот эти ситуации это из дня в день просто-напросто происходит они ругались постоянно вот он мог так орать а мать как реагировал отдавал пульт или начинал с ним конфликтовать она проглатывала все это всегда и это мне на не на это очень больно смотреть потому что якобы привыкла от свою позицию как-то отстаивать или что-то делать она просто вот вижу что она обиделась но он так а ладно держи пульт но я немножечко почитал то что ты писала получается с отцом мать свою позицию не способна была отстоять но она как-то напряжение сбрасывал на тебя соответственно и у нее это прекрасно получалось и получается до сих пор хоть я стараюсь минимизировать контакт но это все равно проскальзывает потому что это моя мать я время занималась косплеем и сейчас занимаюсь кстати к этому пришла побывал один раз на фестивале меня случайно занесло и я подумала почему бы не попробовать и меня вот очень глубоко короче увлекло я правильно понимаю это именно косплей не ролевики когда там разыгрывается меня не ролевики на косплее то есть это образ в целом и это меня очень спасало в плане когда там вот эти ссоры ругань происходит я уходила в другой мир да и я получала кучу первых мест и за свои выступления там маме об этом пока показывала говорила смотри мамки я вот добилась и она такая ну и чё я такая смысле я год готовила костюм он просто невероятно мне такое выступление я там вообще такая звезда а маму просто домохозяйка нет она бухгалтер бухгалтер да она работала ну как бы ну так приходящий не не пятидневку не не пятидневку она на удаленке иногда она приходит в какой-нибудь там офис в основном она как бы такая ну я понимаю бухгалтер на удаленке а папа с большим количеством денег и женщина кто по специальности кем он работает сейчас его сейчас уволили он работал директором замдиректора в фирме который занимается экспортом рыбы на ночь хорошую мурманске да а вообще он корабельный инженер вот у него достаточно высокая квалификация и раньше мать из скажем так хитрил и 90 и очень хорошо он хитрил и очень хорошо скажем так наварился то есть он там квартиру буквально за неделю взял там машину то есть вот так вот и все на женщину спускал вот то есть может сказать что его вот эти быстрые деньги испортили вероятно всего да потому что нет финансовой грамотности нет вот чего-то такого постоянно это признак легких денег вот как пришли так и ушли когда ты действительно зарабатываешь где появляется финансовая грамотность а так игромании там еще нету в этом он там не ставками по крайней мере этого я не знаю но скорее всего нет ну выпить он очень любил и периодически срывался и срывается до сих пор что мама иногда прилетает в питер я говорю от принятия лан такая папа сорвался она сбегает что летним ну наверное да скажи пожалуйста можно и вот неожиданно сформулирую вопрос такой вот мини павлик морозов очень так сходу поругала родителей а есть что-то за что-то им благодарна какие-то хорошие моменты смотрите конечно я им благодарна то есть они все-таки меня вырастили как как как-то но вырастили они помогли мне очень с квартиры в питере смысле купили вот у них в основном выражение любви это деньгами то есть если они там но мы там встречаемся не мы как бы не очень поговорили но не дает мне денег типа как найти как чаевые и что-то типа того как заплатить за это покупают время ну что-то вроде того нам просто не о чем в принципе разговаривать а ты так и выросла с очень большой потребностью в любви да тебе хочется каких-то чувств и эмоции родители тебе это не дают как-то все мимо да ну по крайней мере тепла от матери я не чувствую сказать какие твои годы 24 я еще мало у меня есть любящий парень которого я люблю которые закрывают мои вот эти в принципе потребности и он не похож на моих родителей знаете как бывает что там травмирующая ситуация семья и человек встречается человек чтобы страдать дальше я не хочу страдать и я хочу другого я хочу быть счастливой радостно и все остальное в школу вовремя пошла данным лет как ты училась какие были истории в школе друзья не другие вот давай эту тему так я в принципе была каким-то интровертным ребенком если честно уже не было нет они были просто возможно не так много как у других то есть мне это один-два другие знаете как заходят в класс и сразу все ну что-то вроде того а я вот как это в сторонке была хотя в принципе сейчас все изменилось мне достаточно просто строить коммуникации общаться знакомиться это вообще достаточно просто школьные годы проходили как бы ну не очень но сначала было нормально а потом когда наши классы перемешали а училась сначала нормально то есть там четверки-пятерки а потом нас перетусовали и я не попала в класс отличников и я научилась училась уже не очень к сожалению я на самом деле уже забила тогда на учебу то есть это в каком возрасте в каком классе 8 9 это мы дойдем у тебя был какой-то еще и буллинг и со стороны учительницы все расскажу да это как раз вот вот эти классы короче это ее зовут светлана адамовна она во втором лице и преподавала может быть еще преподает вот эта женщина она должна знать свои герои при том с другими не было проблем вот только с ней это женщина прекрасная она выбирала своих нелюбимых учеников и в начале урока на их поднимала и при том в классе в котором я была это было не только я это был еще один человек по ней вызвали зовут я думаю он все еще жив и она в общем то такая но все ты ничего не добьешься ты вообще это такое начало урока учитель зашел дети поприветствовали встали сели и вместо домашнего задания ну да рекличка с тобой с вами да и в каждом классе вот там 123 ну кто и короче говоря не нравился и у меня была очень такая странная история с ней в общем то я и так ходила каждый каждый недель на педсоветы на всякие собрания в то что она мне таскал то есть никто меня из учителей не таскал по этим собранием краю нее вот надо ей было короче мне сказали вот дарья сделай 10 тестов по угэ во вторник сдашь это было сказано в пятницу в следующую пятницу педсовет а ты должна уже будешь с проверенными тестами туда прийти что ты вот что ты делаешь и вместе с матерью я такая окей в общем-то за выходные все сделала когда говорились во вторник я сдала эти тесты наступает педсовет и стоит значит в общем-то как его зауч и говорит просто знаете как микрофон просто такая типа а вы знаете вы знаете что ваша дочь ничего не делает и мама такая как я видела она делает эти тесты и она такая мне ни один не дошел и и мама такая нет она делала эти тесты я видела лишь мама заступалась ну потому что она уже как бы в шоке была от этого и после этого педсовета она перестала на меня давить плане вот это вот математики потому что она по ходу поняла что тело уже не вам не было а ты маму я думал учитель сам учительница продолжил я к не подошла и такая а где где он такая не забыл ну что-то вот такое она мне ответила и это чё то есть получается она тебя подставляла ну как ты вот как я говорю мне в меди не было ни с кем проблем в школе в принципе ни с кем проблем не было но с ней вот было как-то себе объясняла что вдруг такая выраженная личная неприязнь взрослой женщины к школьнице чем ты могла то не понравится знаете я считаю что скорее всего это ее какое-то внутреннее что надо как-то удовлетворить себя или что-то типа того а я тогда сбрасывала негатив на нескольких людей на которых вот и наиболее неприятным по каким-то признакам да я была серой мощью я была такой закомплексованной девочкой которую было найти тыкнуть и я как шарик лопну вот такое раньше было сейчас как-то все поменялось и мне уже сложно втыкнуть какие еще что было в школе вот помимо учительницы ты говорила какие-то были проблемы с теми с кем ты учил данил килау фамилия у него такая португальская какая-то роналду да блин это на самом деле касалось не только меня он я не жаль на хулиган что ли он девочек сбил в живот сильно и скажи пожалуйста вот я когда такие истории слышу у меня только один вопрос возникает у девочек есть папы вот в школе есть я не постесняюсь этого слова ублюдок который может ногой ударить девочку в живот он делает это не раз какие были мероприятия последствия папа пришел в школу и такой типа но не бей такой а на следующий день как ударил мне я такая но как-то схема немножко не работает и как-то вот все она и дальше продолжит то есть я жаловалась на эту учителя уже синяки это это больше идти в школу эмоциональное состояние ты жалуешься учителю жалуешься родителям что дальше с этим кевлару делали как его успокоили но пальчиком так грозить не надо из школьных хулиганов которые вот рука прикладывали это был один-единственный и он был моим классе повезло так повезло сколько ты классов-то точил 9 и потом пошла в училище чтобы быстрее уйти я так понимаю любимой школу побыстрее сбежать и от родителей тоже потому что нет находился в другом городе и в 16 лет я в общем-то благополучно сбежала и как я тебя понимаю я тоже только в 15 сделал все то же самое я правильно понимаю что вот все детство тебя с кем-то сравнивали все время тобой были недовольны пытались за тебя решить куда ты должна пойти сколько ты должна учиться на какие оценки в принципе да но мед я выбирала сама меня пытались и засуну уже понял принцип подальше от родителей меня пытались засунуть в бухгалтера у меня нет сразу это конец нет я все сделаю чтобы не пойти на бухгалтера . отбила желание услышите да у меня паника с математика притом кстати в медиа у меня было все стабильно хорошо просто первый там курс идет с математикой и я в курсе я все то самое заканчивал вот и я сказала была тогда идея почему мед косметология впоследствии но когда я закончила родители такие денег нет надо там за квартиру платить типа чем дело я такая понятно еду на работу и пошла работать в роддом это не лучшее место диплом акушер фельдшер акушер нет акушер и массажист понятно пошла в роддом да а в училище были какие-то истории там не пусть одни девчонки парни тоже на самом деле да мне даже не нравилось учиться это как бы очень познавательно поняла что медицина тебе нравится потом пошла на работу и поняла что не но меня все равно немного с не связано но в другом направлении а чем выбор то основан почему именно в роддом смотрите когда я поступала и на акушерку была такая штука что я могла работать медсестрой и акушеркой то есть это было как бы прям закон а я когда заканчивал вышел закон что я теперь не имею права работать медсестрой то есть я поступал на акушерку чтобы две специальности иметь а теперь имею вот что ими мне кажется акушер это круче чем медсестер обидел но принимать роды я могу сказать что это вот у большинства то врачей самый большой страх что придется вот родовспомогательную помощь оказывать и на скорой я помню когда я работал ездишь на все эти вызова очень надеюсь что тебя в дороге не накроет подобная история я работала в роддоме то что будет тихо на самом деле я работала в потолок патологии вот все эти клампсии гистозы и дети кровотечение понимаете мне 20 лет было и я сразу ад шагнула как вот знаете вот прям как наступила и и поехала на меру дом как наступил я проработала три месяца я не смогла там больше работать на мое место пришла моя одногруппница екатерина и она проработал только один месяц просто в мурманске очень мало вакантных мест и это было одно которое я забивала с практики преддипломной то есть я прям целилась потому что я хотела работать по специальности работа нет мурманске нет работа как бы есть везде тут скорее проблема конкретно с вот этими звуками да потому что там есть еще мурманский колледж и вот в апатитах есть колледж и понимаете каждый год они выпускают новых 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 студент уже не студентами мест медицины да там нету потому что там работают уже найти женщины которые там видели все уже как это новые звезды начинаются как это старые уже потухают они все еще работают там она уже где-то это не слышать не соображать но она все еще работает достаточно распространенное явление у нас так три месяца ты в этом аду продержалась насмотрелась на все это что дальше было я пошла ну я искал вообще работу некоторое время по моему месяца два это было активная активный поиск работы я пыталась устроиться в шурмичную но мне сказали что женщина 12 часов на ногах не справиться я такая после роддома ну конечно как бы там и по потолку походишь по стенам ну в роддоме то потому что надо все это быстро быстро-быстро а как это всегда процедурная заболела там не знаю испарилась санитарка там чуть-чуть тоже случилось как универсал ну да как бы санитарку да да и на дудей и грец и все остальное и там и загрузчика потому что ой даже надо срочно это вот река 100 пришли разгрузить надо аптеку разобрать надо это и боже мой еще и кг сделать и спи отдыхай шаурменной не сложилось ты не стала что заслуженным шаурмистом и быстро могла а понимать я могла был шанс но не повезло не фартанула и я пошла продавать пуфики пуфики это маленькие подушечки не совсем это большие такие мешочки на которых можно сидеть такие они знаете внутри шарики и я была форму который принимают да я была мастера из больших гадуфика дома вы считаете мой клиент вот я была мастером экспертом по этой схеме и я тогда еще устроилась салон работать мастером маникюра чтобы понимали я когда закончил учебу я сразу побежала на курсы потому что поняла что что-то возможно у меня не склеится это был как запасной план и запасной план все-таки сработал потому что спустя четыре года я являюсь мастера маникюра и педикюра и достаточно успешно а сколько ты пуфиками торговал вот да не долго я буду в питер переехал то есть это было месяца 3 может решение переехать питер потому что принципа подальше от родителей как что тобой двигало какие там перспективы да во первых у меня там там тут мы в москве . там в питере много друзей мы ехали тут питерский перспективы опять то есть всякие обучение и все остальное то есть насосе на мурманску наверно образы как бы вообще-то нам на головы три вот я бы так сказал минимум и до мурманск это умирающий город что там делать но наверное мурманчане я была в мурманске в апатитах этот лунный пейзаж меня впечатлил высоченки эти с озерами маленькие прикольно ну грустно я согласен да там смотришь на улицу и такой по-моему депрессии вот так стучится с ноги просто я открывала я щас приду я такая нет не прорву сервис нерадостный человек да я позитивно активная женщина вот переехала в питер да я тогда устроилась кстати догадываем отчасти понимаю почему тебе виполярку пытались поставить достаточно так напористо быстро разговаривать до неопытные доктора может быть в глазах это выглядит как некая гипомания а просто 24 на 7 то есть еще когда ты говоришь что я 24 на 7 такая они так у них еще одна галочка так голове раз тогда я устроилась на первое время в поликлинику гинекологию на рыбацкой живу живу на девятки на устроилась на рыбацкой это через весь город короче ехать прекрасно провела время с маленькой зарплатой я помню шла по магазину и поняла что не могу колготки себе купить просто-напросто и подумала а зачем я тогда совмещалась маникюра как в питере зимой без кого вот это вот да все сама гинеколог акушер понимаешь что надо все беречь да ну я акушер гинеколог это уже там вверх так и я ну и совмещала я поняла что я за пару дней зарабатываю как эту зарплату в поликлинике знаешь как некоторые чтоб стаж медицинский шел еще что-то у людей очень много у людей а ты собака сопоставил зарплаты и поняла что твою вот там да и я могу там не тратить время на дорогу на вот эту вот работу там вечно вот этим всем заниматься буду бумажными вещами которые мало привлекательны и в общем то написал заявление меня пытались вернуть но меня сложно найти легко потерять и невозможно забыть как это говорится я ушла и в общем то все стало очень прекрасно еще лучше чем было то есть я когда переехал в питер мне солнце озарило я такая вау витамин д наконец-то мурманске этого нет как говорят знаете там рыбы много ну человек с аллергии на рыбы говорят пить питер очень серый город что там очень мало солнца но они просто не жили в мурманске никогда и после полярной ночи я приехала и такая вау ничего себе так бывает а там поднимать весна и там в мурманске там типа снег и говно лежит вот как бы и все иголы вот эти страшные деревья скрюченные маленькие а я приехала в питера все расцвело такое красивое и говно нигде нет я такого ничего себе так бывает за что ты так рада такой грустный какой-то я потом наверно билами затыкают те кто любит мурманске какие-то что ты там говоришь в питере тоже есть солнце давай мы вот к истории твоей все-таки болезни потому что у тебя есть интересный мессендж для людей и вот тот опыт который ты получил негативно не только детские давай мы вот это вот обсудим и обстоятельства и как началось и какие-то действия предпринимала началось все в конце августа того года я проснулась с панической атакой и у меня были разорваны сосуды на лице то есть не как будто внутри кроссовки стирались и я на самом деле очень долго пыталась связать эти вещи почему она случилась потому что вред шествующих вещей не было то есть это не ссорилась не дралась и вещи мир любимый человек вообще способна драться я очень не люблю вот этим всем заниматься то есть это максимально как-то надо урегулировать конфликт мы же это цивилизованные люди вроде как ты проснулась от панической атаки да это вообще жесть была я просто это связалось с тем что возможно лето было очень жарко и в питере а я очень плохо переношу жару и я просыпалась уже с перегревом короче то есть проспалась мне тошнит сразу тепловой даст тепловым ударом сейчас в кондиционер поэтому эта проблема решена и я проснулась и такая так надо срочно решать эту проблему я знаю как выглядит паническая атака это точно она пошла к своей подруге говорю слушай вот так и так она такая так вот и феназипам тебя таблетку да и я говорю сейчас я поеду к врачу надо вот найти мне психиатр какого-нибудь чтобы это снять потому что я вообще меня там вот так вот крутила и она тебя не отпускал это такая затяжда да это как то вот то есть это не так что чего-то боюсь это ощущение как будто реально во мне кроссовки вот такой стресс как в барабанной машинке и как бы не могу все никуда деть вот так кроссовки на душу ручками зажимать окошком они хорошо стирают а вот тут не зажали не понимаете за лупят изнутри кстати очень нравится вот это сравнение позвонила в клинику она была либо на василия островской либо ну какой-то фиолетовая все равно питер не знаю поэтому я там для людей любимых опять кого-то буду вспоминать я целую зрителей вот люблю их короче я туда прилетела и говорю вот так и так чё-то мне как-то плохо очень то есть сравнение с кроссовками и такие вам нужны капельницы но само собой коммерческая была до коммерческая я такая да то есть не сделали капельницу еще 2 сделали вообще не уходит под потака то есть три дня прошло меня приездил туда на капель да 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 я ездила и я уже звоню родителям говорю слушайте у меня проблема я не знаю что мне делать они такие приезжаю мурманск я первым рейсом который вот самый ближайший просто вылетела мурманск это была сиф рыба больница для туда в общем-то загрузилась мне сначала дали не рыбе же сейчас я вспомню антидепрессант какой-то я не помню какой слушать отриять не воспалаться региональные к путями трептилин может быть у меня там не записано если я верю вот потом искали надо на диагностику мне такая хорошо пошла на диагностику я галлюскому психологу или кому как диагностика вообще нам тесты писала тебя опрашивали как они не опрашивали на тесты я не писала то есть у меня был вопрос меняется ли у вас настроение такая ну да таки а как и сейчас сделаю такую пометку что у меня проблемы с женскими половинами гормонами я уже девять лет сижу на гормональной заместительной терапии и похоже что где-то вот этим тем летом там весна-летом что-то пошло не так и у меня очень сильно начало скакать настроение то есть я вот так и она у меня очень низкая становится и я тогда боролась с этим когда поступала в больницу ты рассказывала про згт они это проигнорировать да да то есть это первое всегда чем не рассказываю потому что это очень важно и как я считаю и мне таких так это похоже что у вас циклотине я такая а чё это но она мне там объяснила я такая легкий вариант и я такая ну не знаю может похоже как вот я обратно что свое деление она такая так не все передали теперь у тебя будет седолит сразу лететь до 2 недели в общем то там приятно провела время притом это государственная приятно сейчас организирует не там нормально то есть там нормально кормили хорошо относились вообще как было хорошо ну ты же местная мурманчонка наверное повезло и я вот пролежал вот еще две недели выписалась улетела сразу в петербург и тут началась . когда я могу сказать серьезно мне сломала жизнь потому что седолит мне выдала невероятные в общем-то эффекты которые никому не советую у меня развеилось зрение притом вот на вашем как бы вас было бы двое но чем ближе объект тем он как бы вот так вот типа один то есть а вот так и двое и при этом это не так что левое изображение верно я там право неверно они у меня как оба и я не понимаю вот то есть я стою на улице вокруг меня какой-то 6 кустов и у меня начали дайте непонятно да у меня начались трясти руки уст и окружают вот ужас страшно вообще-то проснуться эти пусты окружают вот у меня так случилось уже руки затряслись уже как реакция на нарушение картинки или параллельно параллельно можете нералептики какие-то назначали или что-то еще и токсидолит этот антидепрессант какой-то был я не помню честно эти депрессант поэтому можно вот в папке посмотреть и у меня начались проблемы с координацией движения вообще если они ставили циклотемию и назначать антидепрессант это глупо это гонять внимание уже очень интересный подход так ладно продолжаем вот начались проблемы с координацией движения то есть если я вот сниму очки у меня есть некая проблема я бывает не вижу насколько это расстояние то есть если без очков не могут это настолько далеко что-то много поставить ну что-то типа того но в очках нормально специальные очки у меня это ну вообще да у меня с это выравнивать забыла как называется там тоже есть все есть и то есть вообще пиздец и у меня при этом начались начали течь слезы постоянно то есть прям постоянно и я начала становиться супер мега истеричной вот именно что так то есть я например дома у меня там ручка можно я промежуточное резюме подведут и обратилась за помощью никто не стал своим гормональным уровнем разбираться назначили тебе достаточно серьезные токсичные препараты у тебя пошло нарушение зрения нарушилась координация соответственно эмоциональное состояние тоже рухнуло потому что помощи никакой а ты фактически инвалид 6 кустов вокруг все остальное ты же беспомощная фактически я работала представляет маникюр да как это возможно а вот так то есть меня тряслись уроки я максимально вжималась народу покалечила я нисколько мне кажется в таком состоянии работать именно и вот все это вместе вызвало у тебя такое эмоциональное прям бурное реагирование смотрите слезы лились не из-за того что мне даже грустно было они просто лились и не могла остановить и я лежала у мастера по ресницам то есть на кушетке чтобы она им них нарастила у меня нарощенные я такая даже хватит плакать а это мне грустным голосом никаким вот как это обычно бывает говорю саш я я не могу и она такая блин я вижу да и то есть это какой-то был это кошмар и я пошла к другому я трудал уже в питере да я говорю так а так мне оставили вот циклотинию вот у меня так вот организм на препараты но у меня еще тоже проблемы с гормональным фоном она такая это биполярка я такая серьезно такая идите на диагностику я такая хорошо пошла это все платно было как бы жан диагностику такая а чё вам в общем то стоит я говорю но там циклотинию и полярка ставит но у них проблем с гормонами на такая биполярка 2 типа и такая да чё так и такая но нашу ты понимала диагностика это клинический психолог три часа работа мы с нет да там три часа еще интерпретирует то что он увидел результаты тестов вот это называется диагностика там на самом деле так и был то есть очень до утрирую на самом деле и очень-очень сократила то есть мы до очень долго с тестами были карточками какие-то еще цвета были на там много всего было в принципе и мне она назначает тогда депакин и метрозапин метрозапин на ночь антидепрессансия дотимы метрозапин я пила по-моему два раза в день у меня по-моему дозировку было 45 вот либо 3 по 15 либо полторы по 30 вот и и до покинка это бешеная дозировку не было там каким можно большие дозировки но если это показание так вот и у меня началась бешеная де реализация то есть я перестала шить на фоне прием препаратов возникло до реализован да то есть помимо то что мне занижен занижена очень эмоциональный фон меня нет сил постоянно то есть вообще как будто из мне кто-то их высосал и еще и де реализация ну что это такое я хоть перестала тогда плакать но чё это ну потерялась просто вообще потерялась и естественно в это время не пила вообще то есть алкоголь не пила я его и так редко употребляют тут как бы соответственно с таким препаратами в одну нельзя им так стало ну херово то есть я в декабре просто выпила ликер всю бутылку вот так и это не было что это просто как воду я выпила и такая не началась и резать ухи его да мне до сих пор тут еще не затянулись а проблема в том что вот сейчас скажи пожалуйста это self-harming или ты прям специально убить себя хотела лет попытка суицида что это резал это все вместе но проблема в том что для меня мое тело это как грубо говоря храм я не могу себе этого позволить ну типа после бутылки ликера смогла я думаю даже без бутылки ликера там была проблема в самом состоянии мне было очень как-то эмоционально тяжело и когда вот вот резала резала не до полегче а потом мне вот тут вот есть на ноге большая достаточная проблема и я просто такая типа вот так вот резала рекорд на узел или что там можно резать ну вообще читом дорезала что она в итоге как бы нормально полилось но не так что типа фонтан нет и тогда у меня сестра рядом живет и она вечером еще писал как я себя чувствую написал плохо и я в общем то вот вот это вот все сделала такая но пойду лягу как бы в кровать вот легла заснула просыпать то что кто-то ломится в двери такая ну ладно сейчас открою то есть вообще забыла об этом всем то есть мне даже не больно то есть это вот что-то такое со мной случилось и открывая дверь и мастера такая боже что с тобой а я вот как бы еще размазала это все ну как всегда это меня мыло стирала убирала и все остальное при том что я творила дома дичь всякую то есть я не писала мне какая-то истерика постоянно была из-за фона ничего вас абсолютно то есть я там жющие этом вытаскиваю например комод но ящики из комод так как ты выбрасывал все раскидывает а гитару сломала и соответственно как бы вот на терапию ты попалась паническая так да а под действием препаратов вот эти все странности изменения так я просто надежно пришли в твою жизнь ни одно так другое да и сестра тебя помыл и наверное она на тебя вызвала психиатр нет нет не было тогда дальше я тогда у нас еще тогда с родителями отношения испортились потому что мама такая это порча я такая что типа что-то вообще городишь это не порча я заболела мне нужна помощь такая надо бабки сходить она вылечит я такая спасибо очень интересно но мы в итоге так сильно пересорились с ними с родителями так и не сходила отец ходил заочно за тебя ну да но это тогда еще давно ну сейчас наверное да короче в итоге родители пересорились я матери сказала так пока ты не сходишь к психиатру чтобы вообще разговаривать не буду вообще никогда что ты хотя бы поняла что в чем проблема в итоге она через неделю позвонила сказала сходила вот так вот разобралась и она готова помочь мне с платной госпитализации в династию это во все волжске находится платная клиника много профильное что вообще на много профильное но мне сказали что в основном там лежат именно с псих проблемами я такая хорошо и в январе я госпитализировалась туда меня проверили на все то есть там щитовидная железа мрт головы сдавала гормоны и я тогда не сидела на гормональной терапии специально чтобы посмотреть как они там вообще сами справляются но вообще не справляются потому что эстрадиола было ноль и по другим показателям очень низко было это много о чем говорить на самом деле нет назначили гормональную терапию тогда это был дивигели утражистан и в общем-то назначили карбомазопин и все пила карбомазопин лучше мне что-то как бы не становилось вообще и я говорил об этом психиатру своему он такая повышая дозу я повышаю вообще что-то не очень совсем-совсем него я правильно понимаю ты дозу повышал тебе не то чтобы не лучше а хуже становится намного хуже ты это говорила психиатра она тебе опять дозу добавлял в итоге я туда буквально через месяц вернулась чтобы подобрать другой препарат и в этот раз это был топомакс препарат который который был последним и он был самый-самый мощный мне вообще сказали дозировку 200 я сначала была на 100 я поняла что я жизнь вообще не хочу то есть все пора как бы сам уничтожаться срочно немедленно там уйти в лес исчезнуть испариться все что угодно я должна сделать чтобы все я тогда наглоталась 10 таблеток феназипама но это не спортивная дозировка я выпила столько сколько у меня было зато я поспала один день мне тогда вызывали рекламу феназипама ни в коем случае мне тогда вызывали еще скоро ну так как феназипам он рассасывается и в принципе они посмотрели что я просто такая вот они такие да все еще нормально будет просто типа то есть скоро про инорировала факт что ты приняла много при таблеток феназипама ну в принципе да и у меня потом следующие дни очень странно тянулись то есть я не очень во времени понимала что происходит то есть мне там что-то говорили а я такая кружка она калаткая вот как-то вот очень сильно тормозило и мне там что-то говорят это на фоне просто происходит а я такая в общем-то фигня какой-то занималась в голове и договорилась психиатром своим встретиться то есть я приехала к ним в династию все ложек и уже сестрой и говорю плохо вообще пипец вообще жесть очень плохо нтк вот вам рецепт решила что ты финазипам с нее хочешь получить или что тогда у меня была дикая тревога постоянно из черт знает чего и у меня был рецепт который без печати 1 был то есть она все-таки дала финазипама и я говорю ужасно себя чувствую я не понимаю что мне делать я в тупике то есть я обращаюсь за помощью мне только хуже становится это к повысить дозировку и я такая типа а хуже не будет такая ну как бы посмотрим я такая ладно у меня было 100 на 25 миллиграмм надо повышать чтобы раз в неделю чтобы нормально было я повышаю на 25 и у меня пропадает сон и аппетит то есть я если вырубалась это был поверхностный абсолютно сон и я вот в как бы в тревоге вот так вот просыпалась и такая типа боже мой что война не знаю там мех убить хотят а в плане аппетита я не могла есть то есть вот лежит котлета я такая не хочу то есть я пила протеиновые коктейли чтобы как-то насытить организм я понимаю что это не не должно быть то есть мне нужно есть а я не могу есть это проблема и стали вот суицидальные мысли вот прям прям вот вгрызаться мою башку я такая звоню и такая что-то не помогает она такая ну еще повысь поможет я такая что и я тогда уже общалась со службой доверия потому что мне было неверносимо тяжело находиться вообще там одной наедине мне все выходные это были как была какая-то каторга то есть во время работы это хотя бы как-то уходил это этом при клиентах иногда плакала ну как бы очень скрывая то что у меня вытяжка там такая большая и очень тяжело было работать я не вывозила я бы очень медленно работала ужас короче какой был у меня начали уходить клиенты прям как бы так нормально ну это логично потому что медленно работаю это вот такая сижу а раньше то я встречала знаете как это с фанфарами такая привет сегодня мы сделаем круто а тут они заходят ветка ну не так конечно но это весьма грустно и значит говоря мне службе доверия посоветовали поменять наконец-то психиатра редко а вот эта идея вот это точно вот надо надо воспользоваться я записалась доктор сан это конкурирующая как раз клиника с династией выбрала там самого дорогого врача чтоб уж наверняка вот рассказал в чем проблема по телефону не таки так вот этот врач должен помочь беру естественно свою огромную папку я еще нарядилась туда у меня есть большое розовое платье с клубниками она как бы повседневно но и нарядная правильно психиатру нормально там еще локоны накрутил да ну я же к вам красиво приехал и значит все захожу в кабинет рассказывай историю вот даю папку она такая но не могу ничем помочь и не то чтобы как бы и орать нечего мне как будто башка взорвалась если честно то есть мне прям вот хотелось волосы выдрать я встала и начала кричать ну как ну почему ну пыль за что я чуть дожила до вас ну пожалуйста помогите что я должна сделать чтобы мне помогли я плохо себя чувствую пожалуйста помогите и она такая опа походу она немножко не в адеквате скорее всего подумала она но я и действительно было не в адеквате что греха стала орать на психиатра и требовать тебе помочь ну не прям орать но повышенные тона да и она говорит так у вас есть два стула вы ложитесь к нам в платную сейчас ибо вы едете в государственную дурку я вас не выпущу из кабинета я говорю давайте заплачу за прием и просто уйду антка нет вы вас за стула я говорю но я не могу пока заплатить за платную но у меня там то еще нтс значит один да такой стулья и в общем то говоря я такая ну она горит санитар вас в любом случае заберут только куда я такая классно но в общем-то пал выбор мой на государственную санитары пришли вот так и упаковали меня прекрасно скорую и я такая а куда мы едем они такие ну не скажу это как почему мне надо сказать куда они такие потом узнаете спасибо вот это интрига здорово меня в итоге привезли мое место лишение свободы это оказалось степанова скворцова в общем то я поступила в отделение я поняла что время буду проводить точно весело незабываемо тоже опыт просто шикарно естественно но я уже успокоилась когда я приехала и психиатр опросила меня потом меня повели в другую комнату где надо раздеться и вот тут уже как бы трэш начался потому что ну типа я разделась и сижу вот тут вот так вот просто это очень ну неприятно мне все забрали вообще все я успела тогда кстати парню написать быстренько что тебя туда-то забрали все как бы вот вот так вот даже ответить еще ничего не успела прочитать сюрприз наверно было невероятный и в общем то говоря у меня в сумочке с собой был перцовый баллончик то есть его наш там на всякий случай и вот и ко мне ну кто-то подбегает из санитаров и такое типа чё чё это ебанутое ты в людей пшикаешь вот так он не говорит вот так я такая я вместо трясло все это потому что чё не ревое такая типа нет и не пшик он полный ну типа нет это нас на всякий случай и типа ясно а у меня как бы пирсинг еще в груди есть и мне такие типа раскручивай быстро и штанги у тебя в сосках сами раскрутим я говорю там очень плотную плоскогубцами все сделано типа нет они такие быстро раскрутила но теперь это к я не могу мне такие типа ногти покажи я как и было как там были розовые гель-лак у меня на ногтях и ногти с ними такая что типа что как я их сниму то есть это бред начался странно это то мне дали ночнушку дали тапочки привели в мое прекрасное 11 отделение посмотрите не вкалюли я себе вены что-то положили ну на следующий день случилось конечно что-то невероятное сначала но со мной начал беседовать врач если честно с врачом не очень повезло вот прекрасном месте под названием скорцова степанова потому что но врач действительно хороший попался она меня выслушала наконец-то сделала выводы и назначила правильное лечение что я очень быстро оттуда все-таки вышла но с врачом повезло а со всем остальным как бы не очень и сначала со мной разговаривал два врача меня видели то есть ординатор и ординатор со мной разговаривал нам подходит девушкой такая а если я займусь с вами сексом вы меня отсюда выпустите и он такой поговорим на обходе он меня там отводит продолжаем дальше разговор и она такая так вы сказали да я готова и он только так типа мне он за дверь увел поговорили и затем я вижу такую картину что она кулаком разбивает окно просто вот так вот разбивает при этом в полной тишине она не кричит у нее не как гримаса лица не это я аж вскочила тогда то есть сделала на кровати я вот так вскочила и я поняла что я в дурке вот это одна история одна история на миллион боже мой там такой график был что всем утро подъем потом вас выгоняют в коридор где ничего нет там дурки нечем заниматься то есть там есть пару книжечек все там нету как бы там просмотры телевизор полноценно то есть его включали по субботам на один час перспективно не правда не сколько-то отлежала 18 дней но в итоге да ты говоришь доктор нормально адекватная разобралась тебя выпустили на учет не поставили не по моему поставили там типа депрессии возможно просто еду и езжу в пнд но я спрашивала два раза уже типа чем не за диагноз и она такая слушайте на вас документов нет она два раза не это сказала но возможно они либо не дошли либо что-то типа того и могу заметить мне отменили штопомаг сразу и день на треть ездить прозрелая такая наконец-то мне как бы нормально но плаксивость она сохранялась все равно и вот из-за дня в день из-за дня в день все стало нормально и стабильно то есть ко мне вернулся эмоционально фон если стала нормально чувствовать то есть я там даже еду которая там была это ужасно и да на самом деле то есть представляем картошечка глазки не выковыриваем естественно самое ценное конечно не ценно микроэлементом из нее делаем пюрешку на воде без соли сахара это ужин вкусно это что-то вообще не вкусно или там есть макароны сыра в меню но они без сыра это просто макароны белые такие разваренные которые кисель не понял скажи пожалуйста и я там прочитал ты говоришь тебя не били но ты видел как били других людей можешь пояснить что ты имеешь ввиду там была ситуация стояла в общем-то одна пациентка около двери и говорит медсестра отошла и она такая типа дальше стоит она такая отошла и же идет на нее и она короче подходит и вот так вот ее как-то кидая то есть это было справа там была проблема что молку двери стоял она стучала нога она ломилась дверью не вне краю просто не прям типа ломилась она типа периодически вот этим всем занималась вот там например была пациентка дарья и она там уже 14 лет лечится с периодическим успехом то есть иногда на воле но основном как бы вот ей 28 лет в целом и она мега агрессивная женщина вы понимаете вот я ее в первый раз увидела я прям офигела то есть у меня произошла такая ситуация что мне в кололи тогда феназепан укол я уснула и мне вывалилась ватка вот и и она это заметила она сказала еще раз ватку увижу эти ебал сломаю я такая дарь у вас такие красивые волосы и она такая я такая да и она как-то вот так переменилась и потом когда меня перевели в другую палату она ко мне приходила там вот так вот присаживалась такая привет и вот как-то так болтала со мной и всех первый раз когда это произошло все в палате такие она тебя даже не ударила я такая приколите то есть все очень как-то агрессивно к ней были настроены я как-то по-другому вот это сыграла и ну агрессия ушла у человека она очень такой недолюблен ребенок и это прям печально обидно вот там лежали люди с очень разными диагнозами и адекватных людей там тоже было достаточно нормальных количеств то есть там например была женщина которая 85 и она туда попала из-за депрессии потому что у нее сын и муж умерли вот буквально вот-вот и она не могла с этим справиться и она попала вот эту атмосферу а делать лет атмосфера лучше увидишь женщина одинокая как-то и подбирали терапия правда не знаю всего контекста несложно судить до твоя история очень показательное что можно загреметь и вот на ровном месте придя в платную поликлинику давай мы какой-то резюме подведем ты хотела обратиться к людям что вот очень важно вообще в целом я хотела сказать свои истории что не все биполярка что кажется биполярным расстройством у меня есть примеры в жизни когда людям ставят биполярное расстройство без каких-либо фактов анамнеза там и всего остального и как из один из примеров девушка с которой беседула поставили биполярное расстройство игра какие симптомы и она говорит ну я могу резко заплакать похоже ли это на биполярку как бы нет и тут такой вопрос что это с одной мной случилось думаю что нет это большая в принципе очень история и если вы узнали в этом себя могу посоветовать так поменять врача может быть у вас все нормально да это очень ценное резюме я тоже со своей стороны хочу сказать что серьезные диагнозы из большой психиатрии вот так вот на одноразовые консультации даже при наличии какой-то симптоматики связано с перевозбуждением нервной системы с ускоренной речью пациент действительно может выразить сильные эмоции заплакать у меня тоже на и даже здесь вы на интервью видели как человек плакал когда какие-то его болевые точки задевались вот это не повод размахивать диагнозами если это первый эпизод и мы подозреваем действительно по-хорошему сделать развернутое патопсихологическое интервью положить стационар понаблюдать и тогда уже вот озвучивать но повторюсь биполярное эффективное расстройство это такой модный диагноз многие пациенты сами себе его ставят по гуглу и по ютубу ты тоже не будешь спорить с этим ой у меня биполярка или у меня депрессия два дня погрустил все-таки вот как ты описывала когда штамм вращается кроссовки внутри все отбивают и все остальное это очень яркая симптоматика просто там запрет на эмоции нельзя не грустить ничего если это случилось сразу бежать психиатру это крайности если состояние стойкое приводит к социальной дезадаптации не дает жить и здесь на мой взгляд вопиющее то что человек на терапии на увеличение доз да вот психиатрические препараты как правило если ты правильно подобрал то увеличение дозы усиливает хороший эффект а тут человек наоборот говорил мне хуже мне еще хуже а предлагалось просто пить больше ну вот как-то у меня действительно очень много вопросов к специалистам вы достойны того чтобы спросить альтернативное мнение и поменять врача я очень все-таки рад что ударить сейчас все хорошо она растет как специалист у него хорошая личная жизнь она многим людям помогает она очень хороший подулок который работает именно с проблемами ног поэтому мы все ее контакты оставим под видео обращайтесь дарья большая молодец очень приятно было с тобой пообщаться мне тоже было с вами очень приятно пообщаться такие теплые слова в конце знаете прям согрели меня как теплый теплый свитер осенью бесконечно любящий вас доктор шуров их были что дело светлана адамовна уже заинтриговала я я специально это это не просто так сидел у тебя же актерская брат и держишь паузу конечно все ради контент короче да 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 я ездила и я уже звоню родителям говорю слушайте у меня проблема я не знаю что мне делать они такие приезжаю мурманск мы тогда договоримся узнаю что такое проблема точно откуда вы считаете сценарий да точно так вот там этого нет